Видео с канала Квадкоптер 101, перевел и отзвучил для вас RC Fun. Доброе утро, и сегодня у меня для вас обзор еще одного клона Сима X5C. Я все еще хорошего мнения о всех клонах Сима X5C. Почему? Я считаю, что X5, оригинальная Сима X5C, все еще лучший квадрокоптер для обучения полетам. И мне жаль, что это до сих пор так. В 2017-ом-то. Цена падает. Оригинальный стоил 56 долларов. Сейчас его можно купить за 41. Но сейчас огромное количество конкурентов, которые выпустили клоны Сима X5C. Это последний лучший из них. JJRC H97. Почему можно считать его клоном X5C? Ну они обычно бывают много дешевле. Этот стоит около 34 долларов. Еще у оригинальной Симы X5C дальность всего 70 метров. А у этого пишут как минимум 200 метров. Еще камера у X5C направлена вниз, а у этого вперед на горизонт. Камера у X5C двухмегапиксельная. К сожалению, у X97 она лишь 640 на 480 точек. Это единственное, что не как у X5C. Меньшего разрешения камера. Но картинка не так уж и плоха. Я покажу это в полете. Перейдем к передатчику. Абсолютно стандартный для JJRC. Это кнопка для смены расходов. Это для флипов. Жмете и выбираете направление флипа. Есть Headless режим и возврат одной кнопкой. Этого не было у X5C. Одно нажатие, чтобы активировать Headless режим, и удерживаем для возврата одной кнопкой. Также можете начать запись видео удерживая эту кнопку, или сделать фотографию нажав один раз. Итак, H97. Давайте включим квадрокоптер и посмотрим на сколько он лучше. Включаю передатчик. Соединяю с квадрокоптером. Окей. И включая запись видео нажав на кнопку. Убедимся, что видео записывается. Ищу огонек. Моргающий огонек. Да, я его вижу. Запись пошла. И взлетаем. Насколько стабильным она кажется? Одну вещь надо сделать, прежде чем отлететь подальше. И камеру тоже выключу. Посмотрим, что происходит после потери сигнала от пункта. Приземлю и оставлю двигатели работать. Тысяча один, тысяча два, тысяча три, тысяча четыре. Окей, он сам останавливает их. Народ, можно не беспокоиться, что он улетит. Вот что я сейчас проверю. Снова запущу запись. Проверю записывает ли она. Да, моргает синенький огонек. Начальная позиция будет в том направлении. Вот я отлечу туда и проверю возврат одной кнопкой. Хватит. Нажимаю на возврат. О боже. Он сам это делает или мне показалось, что он собирался приземлиться. Ещё раз надо проверить. Если он спускается, это будет невероятно. Нет. Я не знаю, что произошло, Народ, но это было очень похоже на настоящий возврат домой. Как ведёт себя в Headless режиме. Да, правильное направление. Он запомнил направление при первом включении квадрокоптера. Вот и я. Ледаю рядом, стараясь держать себя в кадре. Направо. Поворачиваю на себя. Выключу Headless режим. Ещё разок нажму на возврат и посмотрим что произойдёт. Не знаю, видимо, в тот раз что-то пошло не так. Отменю возврат и посмотрим что он ещё может. Полетаю рядом. Это максимальные расходы? Да. Три раза пикнуло. Очень. Очень шустрый. Это здорово. Намного лучше чем у X5C. Подниму его выше и покажу вам качество камеры. Направлю его туда. Сегодня очень ветрено, Народ. Даже внизу сильно дует. Сниму панораму. И пожалуй спущу ниже, чтобы камера ещё поснимала. Да. Дальность хорошая. Точно больше 100 метров. Как насчёт флипов? Да. Какая-никакая, но акробатика. Это очень, очень манёвренный клон X5C. Напомню, что сегодня очень ветреный день. Если вы ищите квадрокоптер для обучения за 35 долларов, то я вам прямо сейчас и покажу его, переключив начальные расходы. Остановлю-ка я запись, чтоб видео сохранилось. Очень стабильный квадрокоптер для обучения. У него есть защита пропеллеров, но я не летаю с ней на улице. И вам не стоит. Действительно просто летать на минимальных расходах. Даже на них он остаётся шустрым. Увеличу расходы до средних. О да, это последний и лучший из клонов X5C. Примерно за 34 доллара. Или 31. Около того. Ссылка будет в описании. Значительно дешевле чем X5C. Запись и вверх. У него всё ещё есть заряд. Огни не моргают ещё. Метров на 40 наверное поднялся. Хватит. И вращаю. Ух как его сдувает. Вниз. Вниз. Дальность очень хорошая. Народ. Хорошая дальность. Вот чего не хватает X5C. Добавите в PV камеру и будет здорово. Правду говорю. Приделаю к нему и в PV потом. Останавливаю запись. Да, ему будет отлично со в PV. Очень шустрый. Он как GGRCH 31, с супер мега расходами. Всё ещё горят зелёные огни. Снова включу видеозапись. Попробую-ка я полететь против ветра и посмотрим. Что произойдёт, когда потеряет связь с пультом. Газу надо слишком много, чтобы удерживать его на высоте. Батарея всё таки садится. Выключу запись опять. И на посадку. Заморгал. Интересно, что произойдёт, если заряд закончится? Упадёт или приземлится? Скорее всего приземлится. Замедляется. И приземлился. Это H97 JGRC. Последний и лучший клон CMX5C. Все клоны стараются сделать дешевле CMX5C. Этому удалось и он очень хорош. Думаю приделаю сюда FPV камеру и он станет FPV дроном. Это был Quadcopter 101. Перевёл и озвучил канал RCFun. Подписывайтесь. Мягкой посадки. Увидимся. ПОДПИСЫВАЮТСЯ ВЕСЕЛАВАЮТСЯ